Хождение по замкнутому кругу. Бывший сотрудник полиции, получивший тяжелые ранения при выполнении боевого задания и удостоившийся за это орденом мужества, не удостоился нормального жилья. Вот уже 4 года ветеран МВД Станислав Капустин пытается отыскать правду в высоких кабинетах. Пока безрезультатно. Любовь Хорошего продолжит тему. 10 лет в горячих точках по контракту, потом не менее опасная служба в органах внутренних дел. Где и послужить-то толком Станислав не успел. В 2005 году при содержании вооруженных преступников в родном Новокручининском оперативник был серьезно ранен в голову. Жив остался буквально чудом. Год провел в госпитале и в 2006 был комиссован. Почти сразу же остался один на один с проблемами. Главное отсутствие нормального жилья. Казалось бы, огромный дом, земельный участок, удобно добираться. Однако дом только с виду крепок. Внутри полнейшая разруха. Вот печка уходит, потому что она является единственным, что сейчас его держит, это печка. В двухквартирном муниципальном доме Станислав Капустин прописался 4 года назад. Уже тогда стены в нем повело и буквально за 2 года они растрескались. Дальше масштаб разрушений набирал обороты. Как оказалось, построили дом без какой-либо геолога разведки на плавуне. И этот плавун поднимал и опускал дом, словно корабль, каждую весну. Жить в нем стало опасно для жизни. Я установил там отопление, батарею подключил. К ноябрю месяцу температура до 23, ниже 23 градусов опускаться начала. В доме стало жить невозможно. Залез в подполье, но посмотреть, что там. Получается, дом с фундамента, нижние венцы уже сходят. В покосившемся доме бывшему сотруднику полиции хватило мужества прожить до декабря прошлого года. Дальше уже невозможно было жить, так как температура максимум здесь, что можно нагнать в доме, это 4 градуса. Дом был признан негодным даже для меня. И меня поставили, получается, там 100 какая-то очередь. Но на этом все закончилось. Пришлось перебираться в съемное жилье. А это как минимум 12 тысяч ежемесячно. В конце с концами Станислав сводит Е2. Обратился за помощью к руководству краевого управления МВД. Чем могут, полицейские своему бывшему коллеге помогают. Но решение вопроса с жильем не в компетенции ведомства. В общем-то, как бы, все полномочия по обеспечению жильем лежат на администрации ПГТ Новокручинецка. Поскольку дом, в котором проживает, допустим, Станислав Александрович, был признан непригодным для проживания. К краевым управлением МВД были направлены письма во все инстанции. Писал и сам Станислав. Дело дошло даже до аппарата президента России. Однако, как и положено, сверху все спустилось вниз. Сначала на губернатора, затем на главу района и в итоге на главу поселения. В настоящее время у нас в поселке квартир нету. Все прекрасно об этом знают. Мы не строим давным-давно квартиры. У меня на очередь 320 человек в очередь. Из них, значит, я сейчас вам скажу, льготную очередь 100 с лишним человек. Единственное, на что может рассчитывать сегодня кавалер Ордена Мужества, это на краевую программу по переселению из ветхого и аварийного жилья. Но опять же, только в пределах родного поселка. Алгоритм действий, на первый взгляд, прост. Администрация поселения подает заявку в Министерство территориального развития края. После ее рассмотрения выделяются финансовые средства на решение проблемы. Но произойти это может не раньше 2013 года и при условии, что администрация Новокрученинского такую инициативу все же проявит. Любовь хорошего, Сергей Мозыр, Денис Пузырев, Вести Чита.